Пирамиды доказательной медицины Вверх пирамиды серию каких-то исследований, испытаний, изучения какой-то темы более глубокое. Проходит большое количество исследований. В этих исследованиях ученые отсеивают эффект плацебо, ученые отсеивают какие-то факторы, которые могут исказить результат эксперимента. Ученые наблюдают за этим десятилетия. В нутрициологии в теме питания исследования идут десятки лет. То есть рассказать, что какое-то исследование, которое длилось 20 лет, показало нам что-то, это неудивительная история для нутрициологии. Абсолютно нормально. И даже после вот таких качественных исследований все равно проводятся систематические обзоры. То есть ученые анализируют сотни исследований по данному вопросу и только после этого выходит систематический обзор. Вот эта вот белая верхушка пирамиды. И она становится основой рекомендаций по питанию. А теперь посмотрите, вот это я своей рукой приписала. Вот тут опыт соседки. Вот этот опыт, он даже не входит вообще в эту пирамиду, которая может быть опорой для рекомендаций по питанию. Поэтому мнение какого-то конкретного человека всегда остается его личным мнением. Мы можем послушать, мы можем как бы посочувствовать и разделить его мнение, но пойти своей дорогой. Все-таки, когда мы говорим про рекомендации, что стоит делать, что не стоит делать, я предлагаю все-таки помнить, какую большую работу проделали ученые, прежде чем написать однозначно, что овощи, например, нужны в рационе, а сахар, например, должен быть минимизирован. То есть это не сиюминутная какая-то вот идея, которая кому-то пришла в голову, и он с этим выпущенными голосами побежал всем об этом рассказывать. И вот давайте теперь посмотрим, что же все эти ученые за свои там долгие десятилетия исследований наисследовали, и что мы теперь можем благодаря этому узнать о здоровом рационе, как он вообще выглядит. Вот я выбрала такую картиночку, очень, на мой взгляд, понятную и простую. Как выглядит тарелка здорового питания по мнению медицинской гарвардской школы. В ней есть все пять пищевых групп. Это овощи, фрукты, источники белка, сложные углеводы, молочные продукты и опционально рядышком стоят жиры и масла. Никакого там специальных блюд, специальных ингредиентов уникальных, которые могут оздоровить, там нет. Везде очень кратко описан подход, что, например, в группе зерновых или в группе сложных углеводов мы стараемся давать предпочтение тем, что с шелухой, с кожурой, да, там, не максимально очищенные. В группе, например, белковых продуктов мы тоже стараемся поддерживать разнообразие и помним, что белок – это не только мясо, это также еще рыба, яйца и это еще растительные источники белка, которые не стоит просто так выкидывать из рациона. Это тоже часть здорового и сбалансированного питания. Ну и большую часть, половину, да, занимают овощи и фрукты. Это, можно сказать, основа рациона. Каждое блюдо, ну, следует, наверное, строить по такому принципу, если мы хотим получить максимальное количество бонусов для питания, для своего здоровья от питания. Я хочу отдельно подчеркнуть, вот прям выделила это плашкой зеленой, что очень важно разнообразие внутри каждой группы. То есть мы можем технически сбалансированно питаться, то есть собрать тарелку по всем канонам, но если мы будем крутить одну и ту же тарелку или одну и ту же минуту неделями напролет, то мы не можем уверенно сказать, что такое питание, ну, как бы здоровое. То есть это уже с большой натяжечкой. Однообразное питание сильно обедняет микробиом кишечника и не способствует тому, что мы становимся способны усваивать все питательные вещества, которые может дать нам еда. Я покажу сейчас, как выглядит этот принцип здоровый, как реализован в разных странах. Самая, наверное, популярная и красочная – это канадская тарелка. Она прямо вот с настоящей едой нарисована, такая сочная, аппетитная, и прям так и хочется что-то с нее съесть. Австралийская тарелка чуть-чуть иначе выглядит, то есть они выделяют группу молочных продуктов в отдельный сегмент, но от переменно не слагаемых сумма не меняется. Все равно остается общий подход, который включает разнообразие внутри каждой группы и обязательно наличие всех пяти пищевых групп. Вот так красиво это тоже сделано у Великобритании, такой понятный подход, да, вынесены за границы тарелки всевозможные, там, снеки, печенье, мороженое, соусы. То есть как бы мы не забываем о том, что они существуют, но мы же их видим в магазине. Но мы, ну, специально их не включаем в рацион, да, то есть это не те продукты, которые обязательно должны встречаться в нашем меню. Но вы меня, наверное, логично сейчас спросите, что про взрослых и про здоровое питание это все, конечно, очень хорошо, но что же все-таки с детьми, как же строится их питание и как же уже понять, чем же их кормить. На самом деле у детей все то же самое. Подход абсолютно тот же. Это самый большой миф про то, что существует какое-то детское питание, такое особенное, то есть которое должно состоять из чего-то другого. То есть мы можем дома есть макроны с сосисками, но сказать три магических слова, после которых ребенок начнет есть брокколи. Я уверена, что их просто не существует. У ребенка тоже, я понимаю, мелкий шрифт, но Настя уже говорила, что все были презентации, будет покрупнее видно. Тарелка сформирована точно так же. Там есть овощи и фрукты, обязательно молочные продукты, источники белка и сложные углеводы. Для деток, которые маленькие и из тарелки могут тут поклевать, там поклевать, да, не съесть тарелку такую целиком за раз, британские, например, нутрициологи предлагают использовать правило 5.5.3.2, что значит 5 порций овощей и фруктов, 5 порций сложных углеводов, 3 порции молочных продуктов и 2 порции белка ежедневно. Вот такое правило. Что такое порция? Порция это, например, для детей я всегда предлагаю считать кулачок, потому что, например, для порции рыбы и мяса можно использовать ладонь, но вот, например, горсть и кулачок, они, ну, примерно одинаковы по объему, вы можете не усложнять себе жизнь и все считать, ну, примерно в детских кулачках. Это очень важный нюанс, считать именно, оценивать порции именно в детских кулачках. Я очень часто встречаю распространенные явления, что родители жалуются на то, что ребенок ест мало, вот там всего одну котлетку съел, там, или еще что-то уговариваются, есть еще. Но мы смотрим на ладошку взрослого человека, а ладошка двухлетки, она, ну, в лучшем случае половинкой. То есть для ребенка это уже очень большая порция, но нам все хочется еще и еще и еще, чтобы он еще побольше съел и так далее. Помните о том, что родители во многом определяют вектор питания ребенка в будущем. Смотрите, желание наше регулярно что-то улучшить, починить и подкрутить в рационе ребенка, оно, ну, нормально и естественно, мы всех этим детям самого лучшего. Но вот эта бесконечная гонка, чтобы еще добавить, как бы вот его уговорить еще доесть супа побольше, она может давать уже больше, ну, стресса и тревоги, нежели бонусов для здоровья. Возможно, это какой-то наш, у нас, у взрослых, привет из советского или постсоветского детства, когда нам все время было недостаточно, мы все время не так хорошо выглядели, не так, не приносили одни пятерки и старались все время все улучшить. И теперь мы пытаемся вот с этим же подходом подойти к рациону ребенка, что-то там все время докрутить, доуговаривать, заставить. И это уже рождает в нем раздражение в ребенке, да, уже какие-то невротические отношения с едой. И там, где проблем могло и не быть, из-за вот этого вот маминого постоянного, ну, вот переживания, точно ли все хорошо, может еще что-то улучшить, уже ребенок начинает потихонечку страдать. Можно коротко на все вопросы, вот поступающие по конкретным продуктам, ответить вот так. Не ест конкретный продукт, ну, не любит мясо или молоко, ну, это нормально, мы все имеем право не любить что-то. Не ест конкретное блюдо, например, кашу по утрам не любит, или борщ не ест, ну, тоже нормально. А вот если фрукты, если не ест совсем, огурцы, понимаешь, одни, и то иногда. Да. Вот, если уже ребенок исключает, ну, или практически исключает целую группу продуктов, то есть овощи и фрукты, это уже не блюдо, это целая группа, то это уже повод задуматься и произвести действительно какую-то работу с питанием. Подожди, а если огурцы ест, а больше ничего не ест? Тогда мы возвращаемся к вопросу, главные какие вещи, 5, все 5 пищевых групп и разнообразие. Формальные 5 пищевых групп есть, но нет разнообразия, то есть все равно не можем сказать, что рацион сбалансирован. Но тем самым мы можем зато сказать, с чем нам работать. То есть не в принципе что-то там улучшать абстрактно, а уже работать над разнообразием овощей. Звучит круче. В принципе у меня вдогонку к этой мысли была картинка, да, про маму, просто у меня запрос по мясу самый распространенный, поэтому я нарисовала таких девочек, именно не пущих из-за отказа ребенка от мяса. Ну вот, например, не хочет он есть мясо. Да, ну так бывает, что мы можем сделать? Ну точно не уговаривать, не пениковать и не заставлять. Мы можем сбалансировать рацион другими источниками белка, посмотреть белковую группу, открыть ее полностью, прочитать, что из этого доступно нашей семье, что мы сами любим, что продается в магазине, сбалансировать и спокойно жить дальше. Можно, конечно, продолжать предлагать ребенку ставить на стол, есть самим, да, не факт, что ребенок сразу переключится и захочет это съесть, но если он будет видеть, что вы сами регулярно этот продукт едите, если вы его не принуждаете, но тем не менее предлагаете в разном виде, напоминаете ему, привет, хочешь попробовать там, может быть кусочек, да, но без давления, то у ребенок рано или поздно, возможно, развернется обратно в сторону этого продукта. Вообще ученые говорят, что нужно предлагать до 30 раз ребенку один и тот же продукт, прежде чем он отнесется к нему благосклонно, скажем так. По поводу всех сахарозаменителей, которые заявлены с нулевой калорийностью, я прошу остерегаться их в рационе детей и не считать это более здоровой альтернативой, потому что они изобретены относительно недавно и сейчас идут большие масштабные исследования об их влиянии на здоровье. Например, одно из крупнейших закончится в 2029 году, но уже на сегодняшний год опубликовали промежуточные результаты этого исследования, и среди тех, кто регулярно употребляет напитки с сахзанами, не калорийными, вот типа там Аспартамос, Севи и так далее, наблюдаются такие же риски для сердечно-сосудистой системы, как и в той группе, которая употребляет там вот сахаросодержащие напитки типа там Кока-Колы и так далее. Ученые пока до конца не могут понять почему, скорее всего это связано с изменением микробиома кишечника, то есть вот эти вот сладкие, но не калорийные напитки как-то меняют наш микробиом и за счет него увеличиваются риски сердечно-сосудистых заболеваний. То есть прошу относиться к этому очень осторожно и не думать, что это прям здоровая такая замена в сахар. По-моему, лучше съесть разрешенные 6 ложек, да, и успокоиться, чем выпить 2 литра морса со стевией и иметь отсроченные последствия. Самое главное, то есть вот это мы сейчас с вами говорили, говорили, оказывается, что все помещалось в одном слайде. Самое главное, это не становиться жертвой маркетинга. Помнить, что производитель, он занимается бизнесом и предпринимательской деятельностью. Основа предпринимательской деятельности, насколько я помню, это получение прибыли. Там ничего не сказано про улучшение здоровья, там нации, про полезность, про то, чтобы заботу о ваших детях, чтобы они стали здоровыми. Все-таки здоровье ребенка – это зона ответственности родителей. Перекладывать ее на производителя, ну, не самая лучшая идея. Производители, они не злые, не вредные, потому что они кладут там много сахара в продукты, там всякие маркетинговые уловки делают. Они просто продают свой товар. И мы должны помнить об этом, что они занимаются бизнесом. Если что-то улучшает их бизнес, например, добавление большого количества сахара в детские каши, то они будут добавлять сахар. Когда мы приходим в магазин и покупаем товар, происходит как бы момент сделки, обмена, да, между нами и производителем. То есть выбор, что покупать, всегда на нас. И если мы не отдаем заботу о здоровье ребенка производителям, то мы можем регулировать его рацион, мы можем показывать ему более здоровые альтернативы, мы можем объяснять ему, что такое маркетинг, как устроены магазины, как устроена еда и как это все на нас влияет. То есть помните, что вы не обязаны делать так, как делают все вокруг, да, складывать те же товары в корзинку, что и люди вокруг и вестись на всевозможные акции, скидки и прочее. Я понимаю, что фраза с витаминами можно с 8 месяцев или с 4 месяцев, оно все как бы побуждает нас именно вот этим и кормить ребенка. Но помните, что детский отдел в магазине – это просто отдел магазина, это способ получения денег. Все-таки мы своей головой думаем, мы помним, держим в голове картинку сбалансированной тарелки, мы помним о соотношении сахаров в рационе. Мы прежде чем что-то купить, даже с пометкой детская и там подходит для детей, мы все равно пропускаем это все-таки через свою призму, через свой взрослый подход. Продолжение следует...